Какао с маршмелоками это просто идеально. Да, не обращайте, что у меня на голове сегодня, потому что я уснула с мокрыми волосами. Всем привет, меня зовут Алина и спустя не знаю сколько времени я снимаю вопрос-ответ. Вы задавали мне вопросы в сторис в инстаграме и сейчас я буду на них отвечать вместе с вами. В то же время краситься. У меня такой ненапряженный разговорчик, в расслабленной обстановочке. Так лучше. Очень много вопросов по тому, где я учусь. На данный момент я нигде не учусь и не собираюсь в ближайшее время куда-либо поступать, потому что я двигаю сама собой и учусь именно в онлайне. То есть я проходила какие-то курсы небольшие для достижения своих каких-то целей, хотелок и навыков, которые мне пригодятся в жизни, в моей работе. Мне достаточно было пройти какие-то курсы и в целом все. Но в основном я всему обучилась сама. Ну естественно, я еще продолжаю обучаться. Допустим, сейчас я изучаю тему веб-дизайна и создание масок в инстаграм. Это капец как интересно. Я вчера на три часа залипла просто. Я не думала, что это так просто на самом деле. Я думала, это сложно. Требует каких-то специальных навыков, что вы должны там что-то уметь. На самом деле нет. Если вы умеете работать в фотошопе, мне кажется, плюс-минус одно и то же. В обычной жизни я не ношу тоналки, консилеры и так далее. Только если мне по настроению так захотелось. На самом деле, чаще всего я просто крашу брови, глаза, губы. Потому что мне не нравится это ощущение, как будто кожа под какой-то пеленкой вообще не дышит. Неприятно целый день так ходить. Но если я хочу выглядеть более однотонно, так сказать, то я использую тоналку. Я смешиваю две, кстати, тоналки, чтобы получился плюс-минус мой цвет, потому что это слишком оранжевый и это слишком белый. Если их смешать, получится примерно мой цвет кожи. Сначала я наношу крем, который я купила в Экспрессе. Боже, это крем-маска, по-моему. Как же она увлажняет кожу. Мне посоветовала этот крем моя подруга. И реально он очень круто волнув. Но почему я не могу сказать? Улажняет. Реально он очень круто волнув. У меня просто язык. Он очень круто увлажняет и при этом впитывается в кожу. Мне остается вот эта пленка какая-то. Прям реально приятное ощущение после этого крема, поэтому я им пользуюсь. Если честно, я бы, наверное, никогда не стала бьюти-блогером, потому что... Мне нравится косметика, мне нравится краситься. Но разбираться в этом и объяснять, что ты делаешь именно в макияже, я не умею. Я не знаю почему. Кстати, насчет прыщей. У меня очень усилились высыпания. Я вообще не знаю, почему я не подумала об этом. Я немножко тупанула. У меня вот в этой части не было прыщей. Где-то, ну, может быть, чуть больше, даже больше полугода назад. Из-за того, что я начала делать массаж лица, то есть это сильное нажатие на лицо, что у меня высыпало вот здесь. Не делайте никогда, когда у вас есть прыщи или в месте, где есть прыщи. Я почему-то об этом не подумала, хотя это в целом очевидно, но, возможно, кому-то это пригодится и кого-то я уберегу от этой участи. Это ужасно. Сори, ребят, у меня камера вырубается. Какой ты национальности? Я наполовину русская и наполовину татарка. Но, знаете, я себя никому не привязываю. Я разговариваю на русском языке. То есть, как это судить, я не понимаю на самом деле, потому что папа у меня татар, мама русская. И то, мама, знаете, наполовину получается русская, потому что там очень много смесей. Да и с папиной стороны тоже. Почему я так долго не снимала видео? Дело летом я выложила влог, в котором вначале я рассказала, что у меня непонятное состояние. И в тот момент оно еще продолжалось. Поэтому и после этого влога тоже не выходило долго видео. Вообще все, наверное, началось с того момента, как мы переехали в этот дом. Потому что я не хотела сюда переезжать вообще. Сейчас, кстати, мы переезжаем и ищем новое жилье. И знаете, я подозреваю, что в этом виновата отчасти я, потому что я целый год говорила, что мне не нравится тут жить. Мы с сестрой здесь видели только минусы. И как-то спонтанно хозяйка решила продать землю вместе с домом. И теперь мы ищем новое жилье. То есть, ребят, мысли материальные. И то, что вы говорите, когда-то сбудется. Поэтому говорите больше о том, чего вы хотите, а не чего вы не хотите. То есть мы с Кариной говорили всегда, скорее, что мы хотим переехать в более хорошие условия, в более классный район и так далее. У нас не было такого, что мы только зациклились на этом. Ну да, мы искали минусы, но именно в этом доме. Не знаю, как это влияет. В целом, на вселенную и этим процессом исполнения желаний каких-то, надеюсь, все к лучшему. С того момента... Кстати, да, у меня отвалилась щеточка для бровей, поэтому я вот так вот пытаюсь расчесать брови и уложить их. Затем я встретила молодого человека отношения впервые в моей жизни. Не знаю, у меня нет опыта, я не знаю, как себя вести. И получается, что я отрываюсь от своих привычных каких-то занятий, работы и так далее. Поэтому у меня тоже смещается немножко вот это мировоззрение и так далее. Я не понимаю, что происходит. Потом весной начинается карантин. Это просто ужасно повлияло на меня. И дальше были не очень классные события в целом жизни. И как-то это все наложилось друг на друга, и получилось состояние просто скомканное. Я ничего не хотела делать. Самое любимое в жизни дело, съемка видео, монтаж, и съемка в целом на YouTube, и ведение блога в Instagram. У меня просто пропал к этому интерес. И я сама не понимала. Я просто вспоминаю свои мысли. Тогда там была каша в голове. Просто вообще не понимаю, как люди с этим могут долго жить. Потому что мне кажется, это была депрессия. Возможно, какая-то местная, локальная. Но да, она была. И не важно, откуда она взялась. Состояние у меня было такое. Я никогда в жизни такого не испытывала. Ну, что ты делаешь? Что такое мир? Не ожидала? Я испугалась. Я уже что видео снимаю? Я люблю. Надо меня пугать. Не надо меня пугать. Слушай, у меня пранкер. Знаете, сколько он пранков делает? Очень много. Извиняюсь за шум на заднем плане. Просто у меня громкий очень брат. Он очень любит шуметь, кричать и так далее. Ну, как у всех. Затем началось лето. И там тоже были свои проблемы. Я вообще устроилась на работу в парк со своим парнем. И как-то все закрутилось. И непонятно смешалось. Мы очень много ругались тоже. Из-за этого у каждого. Все какие-то проблемы. И так как я всегда была продуктивной, активной и здравомыслящей, правильно мыслящей, для меня это было шоком. То есть я не понимала. Я всегда была продуктивной. Господи, вспомните меня. Я вспоминаю себя год назад. Уже даже чуть больше, потому что год назад уже началось это состояние непонятное. Я постоянно работала, что-то делала. У меня было желание что-то делать. И тут оно пропало. Я в шоке. Что случилось? Вот поэтому я не снимала видео. Я не могла найти выход из этой ситуации. Потом как-то все разрешилось. Карантин уже не так влияет на меня. Потому что мы можем выйти на улицу спокойно. Доме та же атмосфера. Мне также тут не нравится. Но я хотя бы сделала попытку принять это. И когда я сделала и пыталась это, у нас пришла информация, что мы переезжаем. И что нам нужно съехать. Поэтому это не уменьшалось успехом. Очень на меня влияют отношения и в семье, и с моим парнем. Потому что отношения с близкими людьми для меня строят погоду для настроения каждый день. Поэтому, когда все хорошо в семье и в отношениях, у меня спокойно на душе. Очередной раз выключается камера, потому что мало памяти, она закончилась. Я забыла, о чем я говорила. Я говорила о том, что я плюс-минус могу разобраться в таком случае, когда все хорошо в отношениях, в себе. Так вот так и, наверное, произошло. На данный момент у меня в голове порядок. Есть, конечно, моменты. Я думаю, вы знаете такие моменты, когда там происходит беспорядок. То же самое происходит и в вашей комнате. Если у вас бардак в комнате, это означает, что у вас бардак и здесь. Я даже забыла замечать, когда я привожу мысль в порядок. Я просто не знаю, как объяснить именно, как это происходит в голове. Ну, просто ты думаешь четко о чем-то и не загоняешь себя никуда. Тебе спокойно на душе. В какие моменты, потому что ты сам себя поддерживаешь, либо тебя кто-то поддержал, и ты допер, что да, все круто. То я начинаю автоматически убираться. Еще на данный момент у меня просто нет другого пути, как не продолжить работать, продолжить снимать видео. Обратно вернусь в эту рутину, потому что мне почти 19. Хочется уже как бы своих целей добиваться по жизни. Вот, поэтому я просто не могу следить так дальше. Сори, ребята, у меня разрядилась камера. Я не знаю, что с ним происходит, но это какой-то капец. Надеюсь, картинка все окей, потому что я реально за это переживаю. Узнаю это только на монтаже. Я надеюсь, ответила на вопрос, почему я так долго не снимала и почему так редко выходит видео. Сейчас я возобновляю это все и как можно чаще будут выходить видео, потому что для меня это важно. И хочу снимать видео, то есть уже у меня нету сомнений в этом. Там еще был вопрос, не хочу ли я менять тематику канала. Знаете, наверное, хочу в том плане, что у меня уменьшается видео формата DIY. Я хочу больше снимать лайфстайла, потому что так мне удобнее, так проще. Мне кажется, так интереснее. Я хочу больше болтать с вами, вот как сейчас. Я надеюсь, вам это нравится. Даже если это кому-то, возможно, не нравится и будет мало собирать просмотров, просто мне это нравится. Так, я накрасила брови. Я не знаю, показывать продукты или нет, но я пользуюсь фаберликом. У них такая палетка. Мне они как-то прислали посылку. Палетка от NYX и я вот этим, как видно, пользуюсь. Я, кстати, когда снимала Get Ready With Me, у меня был похожий макияж, только там еще была тоналка. Я, по-моему, красилась, как крашусь для видео. Сейчас я крашусь, как обычно в повседневной жизни, ежедневно. Как я могу накраситься, могу вообще выйти без макияжа, просто причесать и уложить брови, потому что они у меня летают всегда. Больно не крашусь. Но мне в последнее время очень нравится делать стрелки. Я прям очень люблю это. Я надеюсь, я ответила на вопрос по тематике канала, потому что в целом мне нравится все, что я снимала. Но я на самом деле выросла из Алины Гол, потому что в ближайшее время я планирую поменять название своего канала на свое имя и фамилию. Мне кажется, так будет намного лучше, потому что ник мой... Ну, он реально той Алины, которой... Сколько мне было? 12 или 13 лет? Сейчас уже это точно не про меня. Тут очень классный вопрос. Как ты относишься к своему первому видео? Я, если что, его скрыла, потому что там больше дизлайков, чем лайков. А самое первое видео должно было выйти, ну, по моим всяким расчетам и так далее, влог из Сочи. Мы как раз в 2015 году ездили в Сочи. Я его даже смонтировала, но почему-то я его не выложила. Не знаю почему, он у меня так и лежит без озвучки. Я его недавно нашла. Ностальгия неимоверная, но я его не выложила. Не знаю почему. И самое первое видео, которое скрыто, я, возможно, когда-нибудь покажу вам обязательно. Это было видео про личные дневники. Можете пролистать вниз моего канала и посмотреть, что я снимала, потому что там очень много личных дневников и так далее. Там было ужасное качество, так как я снимала на видеокамеру, которая 2010 года, по-моему, и она снимает просто ужасно. Поэтому я приняла решение, что мне обязательно нужно скрыть это видео. Как познакомились с парнем? Ничего необычного. Мы познакомились в интернете, но изначально я вообще не хотела отношений. Первый раз, кстати, открываю. Не первый раз, но, наверное, уже второй. Тема отношений на моем канале, мне это очень трепетно, мы познакомились в интернете в Винчике. Изначально я просто искала друзей себе, не хотела вообще отношений, я была против них, потому что я знаю, что отношения очень сильно затягивают. И потом у меня были планы свои строить карьеру свою, делать и работать, то есть сфокусироваться на себе и топить за это. Еще плюс у меня было такое мнение о том, что я все должна сама, и это тоже очень сильно на меня потом добило уже в процессе отношений. Но так получилось, что мы познакомились. На вторую встречу я влюбилась. Ну, как мне говорит Илья, он влюбился уже на первую. Я ему понравилась уже тогда, а он мне понравился именно во вторую встречу. На третье свидание начали встречаться. Я помню эти долгие прогулки зимой, потому что было очень холодно, прям очень. Мы гуляли, мерзли и целовались. Сейчас я буду делать стрелки. Это подводка, девочки, мальчики, из фикс-прайса за 77 рублей, по-моему. Она не сыпется ни в коем случае, но если вы, конечно, будете тереть другая подводка, любая, она будет, конечно, стираться, но она просто офигенно держится. Реально, у меня было очень много подводок. Все они были из категории, знаете, они 300-400-500 рублей стоили. То есть ты полкосаря отдаешь за подводку. Я не знаю, где найти дешевле, но фикс-прайс я просто видела, и мы с Кариной решили, что мы можем купить и попробовать. И мне очень нравится, и я буду продолжать покупать именно там. Так что, если кто не знал, господи, фикс-прайс это просто находка среди косметики и каких-то таких мелких штук. Самые сложные стрелки. Я надеюсь, я все классно рисую. Иногда, получается, с первого раза, иногда я по три часа сижу и не могу нарисовать. Ой, девочки, держите. Хочу небольшие стрелочки. Чтобы была какая-то подводка просто глаз. И все моё получилось довольно ровно. Также обязательно я подвожу угол глаза. То есть здесь я делаю небольшую тонкую линию, чтобы взгляд был кошачьим таким. В общем, самое сложное мы прошли. Я сделала стрелки, можно дальше расслабиться, отвечать на вопросы. И у меня тут много интересных вопросов. Я не знаю даже, на какие отвечать. Есть вопрос, какие цели и планы на 2021 год. Хотела 20-й сказать, но нет. Во-первых, я хочу съехать от родителей, уже жить самостоятельно вместе с Ильёй. В целом выйти на какой-то определённый доход. Это пока что все мои планы, потому что планы я всё-таки буду ставить именно в сам Новый год. Сейчас я ещё не знаю, но так чисто я сказала то, что первое пришло в голову. Хочу ли я переехать в другой город? Возможно, да. Мне в целом всё равно. Но я всегда хотела пожить во многих городах. Допустим, погода-два, чтобы... Ну, если мне там понравится, конечно. Вот, или в странах других. Так, прям определённого какого-то. Мне нравится Сочи и нравится Питер. Но Питер минус то, что там очень мало солнца. Я очень зависима от этого. Для тебя хуже моральная или физическая боль? Я даже не знаю. С моральной ты умираешь внутри, но в целом можешь что-то делать физически. Ну, без желания какого-то, конечно. Хотя идёт боль, наверное, на равных практически. Но физическая всё-таки, мне кажется, болеет. Просто у меня была физическая боль, очень сильная. И ты от этого зажимаешься. Когда моральная боль, ты можешь плакать. Ну, у тебя не перестаёт работать. Может быть, я не испытывала настолько сильную моральную боль. Хотя у меня тоже в жизни такое было. Но когда физическая боль, ты не можешь ничего делать. Вообще, ты даже думать не можешь. Ты просто падаешь в обморок. Потому что у меня было такое. И я вообще не хочу этого ещё раз испытать и кому-то пожелать. Вообще, даже врагу не пожелаю этого испытать. И вообще, наверное, это всё-таки зависит от степени, чтобы сравнивать. Поэтому я точно не могу сказать. В нашем макияже я добавляю ещё хайлайтер. Это тени от Soda. Да, я делаю блеск на своём лице тенями. Но очень классно работает. Я всегда блистаю, как фея. Я наношу чуть-чуть на нос. На скулы, под бровями. Возможно, сюда. В уголок глаза. Когда зимой, на праздники, я всегда на половину глаза вообще наношу блёстки. Потому что, мне кажется, это по праздничным смотрится. И ты весь блистаешь. На носу я всегда распределяю хайлайтер рукой, пальцем. Он уже так ложится и блестит. А в остальных местах кисточкой. Сначала я наношу бальзам от Немея. Его нужно нанести совсем немножко. Потому что, иначе, карандаш не будет рисовать. Вот это карандаш от Stellar в оттенке 03 Peach. Это автоматический карандаш. Господи, какого он классного цвета. Я вообще просто умираю с него. Очень красивый цвет. Ещё, кстати, вместо румяна я иногда использую эту же палетку T.A. Просто беру вот эти вот оттенки сверху и наношу вот сюда. Но иногда я захожу на нос, чтобы был эффект какой-то Y-Girl. Мне нравится, прикольно иногда смотрится. Когда снимаю тиктоке особенно. Ну, в целом всё, макияж готов. Осталось сделать что-то с волосами и всё. Обычно, когда я посплю с мокрыми волосами, то я просто выпрямляю вот в этой части, а в остальном у меня красивые кудри и локоны. И смотрится просто офигенно. В целом всё. Я готова. Отвечу, наверное, на последний вопрос. И буду заканчивать это видео. Последний вопрос. Часто ли вы ссоритесь с Кариной? Скажи, что вы нашли золотую середину. Не понимаем друг друга. Мы вообще с ней не ссоримся. Мы нашли ей золотую середину, потому что раньше мы ссорились постоянно. Мы вообще не дружили. Сейчас же всё очень круто. Мы любим друг друга. И мы не ссоримся реально. Я не знаю, когда в последний раз мы ссорились, но у нас отличные отношения. Мы уважаем друг друга. Мы любим друг друга. С пониманием относимся друг к другу. Это, наверное, ключевое. Стрелки, кстати, у меня получились в первый раз. Я могу с собой гордиться. Я очень надеюсь, что вам понравилось это видео. Обязательно ставьте палец вверх. Подписывайтесь на мой канал. Обязательно подписывайтесь на Инстаграм. Пишите комментарии. Можете высказать своё мнение. Я буду очень рада. И мне очень всегда интересно читать. Я вас всех очень сильно люблю. Всем пока-пока. С вами была Алина. И до новых встреч. Ура. Ура. Я сняла это видео. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Продолжение следует...